Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Анны Кокориной. И вот о чем расскажем. Не доглядели. Когда они открыли переноску, они увидели, что собака уже мертвая. За гибель мальтийской баллонки амичка требует с грумеров почти миллион рублей. Подробности из зала суда. За отцов, братьев и сыновей. Наша общая молитва к Матери Божией сейчас как никогда важна для нашего Отечества и его защитников. В Омск впервые доставят икону русских побед. Чем знамени чудотворный образ? Исцеляющая верховая езда. Нам повезло, у Кирилла есть положительная динамика. Как общение с лошадьми меняет жизнь детей со сложными диагнозами? Миллионы рублей на развитие туризма. Районы области получат деньги на благоустройство. И детство прощай. Думала, что последний день школы это будет самое радостное событие в моей жизни. Для омских старшеклассников прозвенел последний звонок. Рассмотрение необычного дела началось сегодня в Кировском районном суде Амичко. Обвинившая Грумин в салон в гибели питомца требует с парикмахерской для собак почти миллион рублей. Инцидент произошел еще в начале года. Женщина привезла в салон сразу двух любимец постричь шерсть и когти. Но перед процедурой старшей собак мальтийская баллонка волновалась. И сотрудники салона пересадили ее из зоны ожидания в переноску. А когда очередь наконец дошла, Грумин обнаружил, что за прошедшие три часа пес задохнулся. Я им звонила, они говорят, все хорошо, мы сейчас одну достригаем, будем встречать вторую. Но когда они открыли переноску, они увидели, что собака уже мертвая. Через полчаса после их звонка я приехала к ним, собака уже была коченевшая. Хозяйка уверена, гибель ее любимицы стала результатом вопиющей беспечности персонала и оценивает стоимость собаки и моральный ущерб почти в миллион рублей. Но сотрудники считают, что трагедия – результат рокового стечения обстоятельств, а также невнимательности хозяйки Мальтезе. На заседании присутствовала и наша съемочная группа. Все подробности в следующих выпусках «Час новостей». А сейчас последние данные по Усть-Ишиму. Уровень воды в реках на севере региона продолжает снижаться. Положительная динамика наблюдается уже несколько дней подряд. Так, вода в Иртыше держится на отметке 914 сантиметров, это минус 4 сантиметра за сутки. В реке Ишим – 1423 сантиметра, то есть минус 13. Цифры сообщил губернатор Виталий Хаценко. На севере области продолжают работать министры и руководители региональных ведомств. Ведется бесперебойное снабжение жителей, которые находятся в пунктах временного размещения всем необходимым – продовольствием, питьевой водой и медикаментами. Ведется и прием заявлений на компенсации всем пострадавшим. Тем временем в правительстве Умска области запустили работу оперативного штаба по восстановлению территорий, которые были подтоплены. Он будет ежедневно анализировать ситуацию, и как только вода окончательно уйдет из домов, к работе приступят комиссии по оценке ущерба и бригады по санитарной обработке и просушке строений. И к другим темам. На севере Омской области сегодня выпал град. Осадки полностью скрыли всходы на местных огородах. А там одуванчики цветут, но тоже плохо холодные. Это видео в редакцию 12 канала прислали жителей Больших Уков. По их словам, урожай пострадал не сильно. Большую часть грядок засеять еще не успели, поскольку в ночные часы в районе еще наблюдаются заморозки. В некоторых населенных пунктах, как, например, в Тивризе, сегодня и вовсе выпал снег. Кадры жители публикуют в соцсетях. Завтра, по прогнозу синоптиков, погода ухудшится. В регионе ожидаются дожди и грозы. Поднимется сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. По возможности, амичам рекомендуют не выходить на улицу. Ветер может сломать деревья и конструкции, и повредить линии электропередач. Днем температура воздуха составит не выше 15 градусов со знаком «плюс». В ночные часы, возможно, заморозки до минус 5. И такая погода сохранится и в среду, 29 мая. Порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Амичи остались без холодной воды. Ее не будет до 6 утра. Вторника сообщили в ресурсоснабжающей организации. Связано это с ремонтом водопровода по улице Октябрьской. Воду уже перекрыли в микрорайонах Степной, Большие Поля, Загороды, Первокирпичной, Разъезд Левобережной, а также в поселке Спирановского кожного завода и СНТ «Связист». На протяжении всего дня по улице Завертяева, 18, дробь 8 дежурит машина с питьевой водой. Отмечу, что еще одно отключение запланировано на завтра. Оно коснется четырех домов по улицам Октябрьская и Герцена. С полным списком можно ознакомиться на сайте компании. В Омск впервые доставят икону русских побед. В начале мая в нашей стране стартовал крестный ход с чудотворной Казанской иконой Божьей Матери в рамках Всероссийского молебна о победе. Приложиться к святыне мечи смогут 2 и 3 июня в Успенском кафедральном соборе. Чем знаменит образ материал Натальи Измаги. Иконой побед называют в России чудотворную Казанскую икону Богородицы. Это доказывают исторические факты. Яркий пример именно она была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. 6 мая патриарх московский в Сеярусе Кирилл благословил совершить масштабный крестный ход с самым почитаемым образом всей страны. Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны. Стартовал общероссийский молебен о победе из Москвы. Патриарх Кирилл призвал сопровождающих беречь в дороге. Старинный образ. Маршрут крестного хода огромен. Более 60 городов. В 22 мегаполиса икону доставят самолетом. В остальные на автомобиле. Из сердца России по Уралу. Далее Сибирь и юг страны. Провезут цветыню и по новым территориям. В графике значатся Мариуполь и Луганск. Побывает Казанская икона и в Крыму. Также помолиться перед образом смогут жители Калининграда. В Омск чудотворную икону доставят 2 июня в 8 утра. Торжественная встреча состоится на площади у Успенского кафедрального собора, где после пройдет богослужение, которое возглавит митрополит Омский Таврический Дионисий. Приглашаем всех жителей Омского прииртышья встретить святыню. Принять участие в богослужениях, помолиться о российском воинстве и наших воинах, отцах, братьях, сыновьях, внуках и приложиться к святыне. Наша общая молитва к Матери Божией сейчас как никогда важна для нашего Отечества и его защитников. Соборная молитва во все времена помогала русскому воинству. Приложиться к чудотворной иконе, а мечей приглашают 2 и 3 июня. Наталья Змага, 12 канал. Подробнее о пребывании святыни в нашем городе сегодня в прямом эфире 12 канала расскажет митрополит Омский и Таврический Дионисий в программе «Благове. Слово пастыря». Речь также пойдет о праздновании Пасхи и помощи людям, пострадавшим от паводка на севере региона. Ответит Владыка и на вопросы телезрителей. Задать их можно будет по телефону 8 800 770 12. Начало прямого эфира сегодня в 17 часов 20 минут на 12 канале и общественном телевидении России. Купеческая улица и сердце зеленого цвета. На благоустройство Калачинска и Тюкалинска выделен 41 миллион рублей. В прошлом году малые города представили на Всероссийский конкурс свои идеи и победив получили федеральную поддержку. Теперь в Калачинске появится Купеческая улица из прошлого в будущее, а в Тюкалинске благоустроят Центральный парк и улицу Чехова в рамках проекта «Зеленое сердце города». Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Добавлю, что реализация проектов рассчитана на два года, а общая стоимость составляет почти 230 миллионов рублей, из которых 165 миллионов – средства федерального гранта. В Омске набирает популярность особый вид реабилитации – ипотерапия. На таких занятиях дети со сложными диагнозами практикуются в верховой езде. Специалисты отмечают, что со временем их воспитанники уверенно держатся в седле, благотворно, на здоровье влияет и простое общение с лошадьми. Анна Лукинец продолжит. Ты мне скажи, ты бравый в саде? Да, бравый. Давай пять. Эта милая улыбка и боевой настрой не вызывает никаких сомнений, что пятилетний Кирилл будет уверенно держаться в седле и сможет умело управлять настоящей лошадью. И это несмотря на то, что у мальчика врожденный недуг – ДЦП. Позади несколько сложных операций и такая необычная реабилитация уже приносит свои плоды. Пока еще маленький, но сильный духом всадник полтора года не разлучен со своим верным другом. Расскажи, как зовут твою лошадку? Инал. Тебе нравится кататься вверху на лошади? Я еще не решил. За занятием наблюдает папа Кирилла. Пожалуй, только родители знают, как тяжело особенным ребятам дается каждое движение. Но терпение и настрой дают свой результат. С помощью тренировок у сына окрепли спина и ноги. За полтора года, конечно, есть положительная, стабильная, положительная динамика. Может быть, она не такая быстрая, как хотелось, но это все индивидуально, сугубо у каждого ребенка. Нам повезло, у Кирилла есть положительная динамика. Такая лечебная верховая езда показана детям с различными нарушениями развития – аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и многими другими. Большинство из них сюда приходят 2-3 раза в неделю. У каждого из детей есть свои любимчики. Вот, например, это Инар. Он же многое повидавший конь. Дети его особенно любят, держи морковку, за его чуткость, доброжелательность и спокойствие. Ипотерапия сокращает время восстановления и улучшает тонус мышц у особенных ребят. На занятиях с реабилитологом очень болезненно это все переносят. Со слезами, тяжеловато это все. А за счет биомеханики лошади, в чем, собственно, суть и ключевой момент ипотерапии, те же растяжки, которые в зале ему выполнять очень болезненно, верхом на лошади, он даже не понимает, что выполняет эти упражнения. Он чувствует радость. Занятия проводит целая команда. Инструктор, коновод и помощник. Задействуется очень большое количество мышц, очень хорошо работают мышцы корпуса. Все здесь будет зависеть от того, какая у нас стоит задача. В этом и есть разница между, например, прокатом на лошади и ипотерапией. Такая реабилитация может помочь не только детям, но и взрослым. В группе уже занимаются 10 человек. Также в планах у инструкторов устраивать соревнования между юными всадниками с настоящими наградами за их большие победы над собой. Анна Лухинец, Виктор Осинцев, 12 канал. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. На проходной не задержат производственные площадки Омска. На два дня отказались от пропускной системы в рамках форума «Дни промышленности». Резервуары, цистерны и трубы высотой в несколько этажей. Масштаб производства поражает. Гости, ценители промышленного туризма и, что важно, потенциальные инвесторы со всей России. Во что готовы вкладываться и какие предприятия может увидеть каждый, узнавала Анастасия Донец. И когда путешествия доступны каждому, туроператоры региона представили впечатляющую карту маршрутов по районам Омской области. Пешие походы, спортивные туры и даже путешествия во времени. Одна из них – станция Любинская, которая переносит гостей в царское время. Как разнообразить летние выходные, расскажем в вечернем выпуске «Часа новостей» в 19.30. Полиция просит помощи Аймичей в поисках вандала, который расстрелял автобусную остановку. Инцидент произошел в Ленинском округе на территории микрорайона «Московка» в конце прошлой недели и попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, молодые люди весело общаются на остановке, размахивая оружием на глазах у прохожих. После двое друзей прячутся в теплой остановке и не пускают третьего в павильон. Их приятель после неудачной попытки выломать дверь стреляет в стекло, предположительно из пневматического пистолета. Полиция продолжает поиски вандала. Уже известно, одними извинениями хулиган не отделается. Ему придется за свой счет заменить поврежденный стеклопакет. Если вы узнали нарушителя, сообщите в полицию. Номера на ваших экранах. Программа, которая будет распознавать мошенников и блокировать подозрительные переводы средств в Омске назвали победителей IT-марафона «Технология больших данных». Это новый конкурс, который на профессиональном языке называется «Хакатон». Студенты технических специальностей решают проблемы финансовых организаций. В этот раз перед участниками стояли непростые задачи. Команды предсказывали аномалии, которые возможны в работе оборудования, и разрабатывали алгоритмы, с помощью которых можно выявить мошеннические операции даже без участия человека. Организатор мероприятий – Министерство цифрового развития и связи Омской области и Технический университет. В конкурсе приняли участие больше тысячи студентов со всего региона, а победителями стали три команды. Команды закипевшие из Сибади, команда «Блэкхэт» из университета имени Достоевского и команда «Вклад в IT» Омского государственного технического университета. Конечно, это непредаваемая радость, когда ты решаешь кейс компании, когда ты понимаешь, что эта компания на самом деле нужна. Мы с ребятами собрались за два дня и решили задачу, которую действительно опытные люди пытаются решить уже в течение определенного промежутка времени. И решение таких задач, когда люди действительно видят, что вы можете приносить пользу компании, они, конечно, мотивируют развиваться дальше. Безусловно, у ребят очень много идей, инициатив. И вот такие мероприятия признаны для того, чтобы помочь им реализовать свои возможности, попробовать на практике те задачи, которые ставит бизнес. В преддверии Международного дня защиты детей сотни нуждающихся семей получат предметы первой необходимости. Добрые дела организуют волонтеры акции «Благодарю». Она стартовала в Омске сегодня и продлится до 30 мая. В рамках проекта каждая семья с детьми может выбрать для себя до 15 единиц одежды и обуви. Более того, ребятам до 14 лет можно будет взять игрушки, книги и канцелярские товары. Главное – предъявить документы, удостоверяющие личности и свидетельство о рождении ребенка. Пункты добрых дел будут работать по двум адресам – на Богдана Хмельницкого, 132 и Мира, 35, с 9 до 17 часов. Уже на этой неделе состоится одно из самых долгожданных мероприятий культуры – фестиваль Владимира Спивакова. На сцену Омской филармонии поднимутся ведущие музыканты современности и молодые таланты. А мечей ждет встреча с академическим большим хором мастера хорового пения, а также с народным артистом России Виктором Бержбицким. На концерте выступит победитель Евровидения Иван Бессонов и горячо любимая мечами пианистка России Екатерина Мечетина. Ну а ярким штрихом фестиваля станет мультимедийный проект «Пушкин в музыке», посвященный 225-летию со дня рождения великого поэта. Граница между детством и взрослой жизнью. Для 7,5 тысяч омских 11-классников прозвенел последний звонок. Впереди ЕГЭ, выбор профессии и поступление в ВУЗ. Ну а пока торжественные линейки, школьный вальс, слова благодарности, напутствие и, конечно, слезы. Подробности в нашем материале. Слезы грусти и слезы радости. Самые разные эмоции охватывают ребят в этот день. Милена Сафарова с трудом набирается сил, чтобы прочитать подготовленный стих. Признается, покидать школу оказалось не так просто. Я как-то всю жизнь думала, что последний день школы – это будет самое радостное событие в моей жизни. А оказавшись здесь, я поняла, что нет. Накатываю все воспоминания. Родственники выпускников переживают не меньше. С трепетом рассказывают, как вели своих детей и внуков в первый класс. Собирала, буквально вчера гладила фартук и видела бантики, которые были в первом классе. И сейчас бантики в 11 классе. В один момент. Она у нас звонок первый давала. У мальчика на руках было. Мэр приезжал. В газете был с ним. А потом мы помогали родителям. Четыре года ходили, встречали. И весь класс наблюдали, как они росли. Свои школьные годы вспоминает и губернатор Румской области Виталий Хаценко. Всегда помнить надо школу, учителей, своих ребят, друзей, с кем вы учились и сидели за партой. Потому что это все вы передвете через всю жизнь. Вот эти воспоминания и очень повторить. Всем хочется пожелать, конечно, выпускникам, в первую очередь, чтобы вышли по жизни. И по лестнице жизни всегда были на самой верхней ступеньке. Из 25-ти 11-ти классников 85-й гимназии 9 претенденты на золотую медаль. Поэтому за сдачу ЕГЭ, говорят, особо не волнуются. Волнения абсолютно нет никакого. Ибо готовишься к нему два года. И после экзамена ты чувствуешь скорее облегчение, нежели какое-то волнение. Я думаю, мне будет не хватать класс Рука. Потому что это человек, который приложил все усилия, чтобы буквально стать нам второй мамой. Я буду скучать по учителю химии. Все выпускники Омской области, успешно сдавшие ЕГЭ, могут рассчитывать на дополнительную региональную выплату. Самые вдающиеся получат специальные стипендии от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от результатов. Юлия Комарова, Регина Абузарова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Вместо тишины громкие аплодисменты. Сегодня в Омской области чествуют работников библиотек. Торжественное мероприятие прошло в театре «Галерка». Сотрудникам вручили почетные грамоты правительства региона, благодарственные письма губернатора Омской области и другие награды. Традиционно подвели итоги областного конкурса «Библиотека года». Заявки на участие подло 31 учреждение из 26 районов. Лучших выбирали в трех номинациях – Центральная, Детская и Сельская библиотеки. Добавлю, что сейчас на территории области работает больше 760 учреждений, где местные жители могут взять и прочесть любое понравившееся издание. Наша библиотека очень много работает с детьми в Шербакульском районе. В 2022 году мы выиграли грант, который реализовывали в 2022-2023 году. Несколько лет я уже участвую в конкурсе «Библиотека года». Благодарю сегодня весь свой коллектив за то, что мы победили. Сегодня мы отличники, мы передовики. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра, 28 мая. В Омске переменная облачность, возможно осадки. В ночные часы до плюс 5, днем до 9 градусов выше нуля. В районах облачно, дождь, ночью до плюс 4, дневная температура 5-9 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом пока все новости. Туги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!